Арсенал схем обманом доверчивых граждан у мошенников довольно обширен. Но несмотря на это, если знать пару простых правил, можно легко избежать контакта с ними. Чаще всего в зоне риска находятся люди пожилого возраста, так как считается, что они менее всего осведомлены и более восприимчивы. Об этом шла речь в рамках профилактической встречи с населением. Жулики часто ищут слабые места жертвы и бесцеремонно давят на них, либо работают уже по заранее подготовленному плану. Преступники не гнушатся ни возрастом, ни материальным положением под видом лже-сотрудников банка, лже-представителей органов внутренних дел или дальнего родственника. Входят в доверие к пенсионерам и стараются забрать у них как можно больше материальных средств. К сожалению, звонки осуществляются нашим пожилым гражданам, которые, находясь в стрессовом состоянии, отдают последние денежные средства, а порой еще оформляют дополнительные кредитные обязательства, чтобы покрыть якобы какой-то причиненный ущерб. Денежные средства передаются непосредственно тем людям, которые приезжают за этими деньгами, либо перечисляются на свою банковскую карту, впоследствии похищаются, либо переводятся на счета, которые указаны злоумышленниками. Естественно, это все элементы преступной схемы, когда наших граждан вводят в заблуждение и пользуются их доверчивостью. Чтобы в очередной раз проинформировать пожилое население о деятельности аферистов, сотрудники УВД Брестского обл. исполкома провели круглый стол с жителями деревни Ковердяки Брестского района, где напомнили людям о том, какие схемы сегодня чаще всего используют мошенники. Но стоит отметить, что участники этой профилактической беседы бдительно относятся к подозрительным звонкам. Я этим сразу отключаюсь, я это уже знаю. Мне дочка, мне дочка допредила. Говорит, смотри, мама, если кто будет звонить, незнакомый номер, даже не поднимай, не отвечай. Со мной было три раза. Три раза у меня было незнакомый номер, и я не отвечала. Звонки были, были звонки на домашний телефон, представлялись, мы из банка. Надо вот ваши уточнить реквизиты. Я, правда, откуда? С банка. А говорю, спасибо, общение мне ваше не нужно. Ложила трубку. Я с этим как-то строго. А то, что работники РВД проводят работы, даже вот в нашем клубе нас собирают проводить, я довольна этим, потому что не каждый человек, не каждый может, ну, как вам сказать, повестись на поводу. Вот, раз работник милиции, значит, он правильно говорит, все, надо это принимать на веру и делать так, как они говорят. Несмотря на то, что количество киберпреступлений постепенно снижается, на достигнутом сотрудники милиции останавливаться не собираются. Они и дальше будут на постоянной основе проводить работу по выявлению нарушителей, а также встречаться с людьми, которые находятся в зоне риска, чтобы предупредить возможное преступление. Да, гарантировать то, что все граждане не будут вестись на уловки мошенников, сотрудники не могут. Однако, есть такое выражение, предупрежден, значит, вооружен. Поэтому, чем больше людей будут знать о потенциальных действиях преступников, тем меньше шансов у аферистов кому-то навредить. Сами люди, которые осуществляют звонки и участвуют в этой схеме, именно непосредственно общаясь с потерпевшим, в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, не находятся на территории нашей страны. Все общение они осуществляют посредством сети интернет, которая, к сожалению, границ в этой части не имеет. Но участники преступной схемы, которые получают эти денежные средства, либо предоставляют реквизиты своих банковских платежных карт, чтобы на них перечислялись похищенные денежные средства, либо сами осуществляют хищение, в том числе находятся и на территории нашей страны. Вот именно к этим гражданам мы предъявляем соответствующие претензии, и они проходят подозреваемые и впоследствии обвиняемые по данным уголовным делам. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ